Михаил, здравствуйте! У вас очень много вопросов и вы хотите подробных ответов, но сейчас подробных не будет, потому что в рамках вопроса-ответа я могу дать только, так скажем, направление. И что и сделаю с вашим обилием вопросов. Вы говорите, что вы молодой верующий или новый человек. Находимся ли мы в начале последнего времени или только начинаем переступать порог последнего времени, начало конца, или мы уже где-то в середине событий последнего времени. Смотря что смотреть. Какие-то вещи мы уже давно там находимся, а что-то только начинает распечатываться. Поэтому на самом деле мы находимся уже в конце времен. Мы не находимся на старте этого, а мы уже в конце времен. Но до какой степени мы сейчас уже находимся в седьмине последней, вот тут еще вопросы есть. Но это семь лет всего лишь. Поэтому, но если говорить о всей, о всем сезоне, то мы уже живем в хорошем конце. В хорошем конце. Итак, говорят, что Бог заберет живых и мертвых верующих христиан, восхищая восхищение церкви на небе буквально незадолго до пришествия Антихриста. А вот когда он заберет, тут уже есть несколько точек зрения теологических. То есть, либо это на старте седьмины, не на старте конца, на старте седьмины, либо в середине, либо в конце седьмины. То есть, моя точка зрения, что это будет в середине. Потому что, когда чипирование, так оно уже идет по миру. Уже сегодня происходит в каких-то странах очень активно это. Поэтому оно уже, процесс этот начался. И поэтому, до какой степени мы с вами подойдем к этому сезону, это по всей земле могут оказаться совершенно разные состояния по странам, по принятию законов, которые в странах происходят. Сейчас в ютубе говорят о возможности принудительной вакцинации. Потом после вакцинации о возможности чипизации или возможности в той же вакцинации будут уже маленькие микрочипы. Многие также говорят, что это может быть очень токсично и наоборот навредить организму. А потом в качестве спасения могут предложить чипы. Можно ли молиться и стоит ли молиться Всевышнему, чтобы он дал попасть в список людей, восхищенных на небо? Конечно, стоит. Как же нет? Это ваше право молиться и говорить, Господи, дай мне достичь совершенства в летании многие. Поэтому говорите с Богом об этом. А те опасности, которые сегодня надвигаются, и вы о них знаете, так живите под защитой. Не идите, как волна убой, потому что есть действительно возможность жить под Божьей защитой, и вакцинация вас точно не спасет. А то, что вас спасет его кровь Христа и заповедь Нового Завета, который дал нам Христос, принимать причастие, вот это делайте, и вот в этом будьте под защитой. И его слово защищает, и заветные отношения. По поводу восхищения. Список восхищенных живых верующих на небе попадут не все, даже не все пасторы и проповедники, то, что вам говорят, а исключительно самые-самые верные христиане, которые очень искренне верили Богу и были преданы Богу. Вы знаете, Михаил, не статус спасает. Спасает отношения. Поэтому если кто-то может даже быть очень высокого статуса, но отношений нет, то это не спасет. Но тогда, когда вы живые отношения выстраиваете с Богом, это то, что реально ценит Бог, потому что поклоняющиеся Ему в духе и в истине, это тех поклонников, кого ищет себе Господь. Еще ваш вопрос. Как Бог относится к меньшинствам? Любит ли Он их? Так же, как всех и хочет ли, чтобы они стали верующими? Бог любит всех людей. Меньшинства, они появились от отверженности внутри. Человек отвержен в обществе, человек отвержен был с детства, и поэтому вот эта отверженность, она искала любви с любой стороны. И человек, который стал ее находить где-то себе подобным, то думал, что он рожден неправильно. На самом деле освободится от отверженности, и меньшинства, как таковые, закончат свое существование. Но отверженность, она кричит, она притягивает. Поэтому, если вам исцеление внутри, если это касается вас лично, придет, то и эти вопросы решатся. Бог ненавидит грех, но любит человека. А вот то, что приводит к заменителям и в отношениях в том числе, то послание к римлянам, 1 глава, очень четко говорит, что как Бог относится к этим вещам, как к греху. Но человека он любит, и человеку дает выход свобода от отверженности, свобода от одиночества, свобода от лжи врага, который удерживал его в этих грехах. И еще ваш вопрос. Если человек учился в интернате, в школе для умственно-отсталых, то как Бог к этому относится? Точно так же он относится к человеку всегда с любовью и с желанием ему помочь. Бог не видит умственную отсталость, не способный быть решенной. У Бога есть ключи и решения вопроса есть. Поэтому тогда, когда человек приходит под освящение Божье, и умственная отсталость меняется. Потому что Божье слово просвещает. Поэтому приходите к нему и получайте от него восстановление себя как личности во всех сферах. И дайте ему право вас исцелять. Будьте в Божьем присутствии. Ложитесь в его присутствии, читайте в его присутствии, ходите в его присутствии и говорите «Господь, ты мой Отец, я в тебе очень нуждаюсь». Вот ваш перечень вопросов очень большой, но я думаю, что, Михаил, пусть Господь ответит на эти вопросы глубже. И все курсы, которые связаны с душепопечением, выложенные у нас на сайте, рубрика «Помощь для вас», пусть она станет для вас помощью. Как освободиться от отверженности, от одиночества, как выйти из страхов, как простить тех, кто вас обижал. И таким образом вы почувствуете, как ваше сердце исцеляется, и ваш разум к вам возвращается. Потому что там еще есть об образе мышления, занятия. Все просмотрите, и вы точно выйдете на новый уровень и принятия себя, и окружающих людей, и Бога. Всего вам доброго, Михаил. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok